Эдхам Акбулатов больше не будет бороться за кресло главы Красноярска. Об этом он неожиданно заявил на заседании президиума партии «Единая Россия». Как связано решение Эдхама Акбулатова с недавней отставкой Виктора Толоконского и кто может стать новым главой города, расскажет Регина Баймухаметова. Добровольно принял решение написать самоотвод. Это решение уже состоялось. Это решение состоялось, поскольку мое заявление зарегистрировано в канцелярии городского совета. Вот так, как всегда сдержанно, мэр заявляет об историческом для города решении. О том, что Эдхам Акбулатов откажется от борьбы за кресло мэра, заранее не знали ни журналисты, ни большинство однопартийцев. Еще на прошлой неделе он зачитал программу по развитию города. Но развиваться Красноярск теперь будет с другим мэром. По оценкам комиссии Акбулатов оказался на третьем месте. Всего несколько баллов уступил двум другим кандидатам. Можно было сказать, проиграна битва, но не война. Если бы не неожиданное заявление. Оценивая ситуацию, сложившуюся после работы подборской комиссии, я пришел к выводу, что правильнее сделать так, чтобы глава города, который будет избран, был комфортен временно исполняющим обязанности губернатора. Это будет правильно для того, чтобы обеспечить концентрацию рычагов власти на подних руках. Из желающих пожать мэру руку, после заседания выстроилась очередь. Решение было добровольным, подчеркивают все. Я считаю, вопрос во многом мужской поступок. Можно было бы дальше продолжать бороться. Я думаю, что у него есть опора и в городском совете, у него есть части общественной поддержки в городе, безусловно. Решение, которое принял сам Адхамшук Реич, это его решение, это нужно уважать. В гонке за креслом мэра первый пока Сергей Еремин. Соратник Александра Уса по работе в краевой администрации. Он набрал больше всех баллов по оценке конкурсной комиссии. Однако сам временный губернатор имя наиболее комфортного преемника не называет. Я думаю, что каждый из них прошел процедуру предварительного отбора и показал себя вполне достойным и компетентным в этой области. И все остальное должны решить депутаты. Должны решить не уз. Никаких консультаций, никаких идей в отношении депутатов горсовета и возможного избранника я проводить не намерен. Помимо Сергея Еремина в выборах будут участвовать еще два кандидата. Строители депутат горсовета Владимир Егоров и Владислав Логинов, подчиненный Дхама Акбулатова. Он руководит администрацией советского района. Я считаю, что Дхамшук Реич взвесил все и все события. Поэтому, что на это повлияло конкретно, наверное, знает только он. Поэтому оценку событиям давать, наверное, сегодня мы это не будем. И я настроен решительно положительно. Самому Акбулатову некоторые уже прочат место ректора в опорном университете. Но глава города комментирует это только слухи. Где будет работать теперь, пока не знает. Говорит, предложение еще не поступало. У меня накопится в отпуск более 200 дней. Поэтому первое, что надо, это надо отдохнуть и просмотреться. После этого время мы должны. Исполнять обязанности мэра Эдхама Акбулатов будет как минимум неделю. Решение о выборе нового главы города депутаты должны принять уже 24 октября.